В эфире «Утро Карачаева Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день октября с погоды. В Карачаево-Черкесии облачно с прояснениями. Местами осадки в виде дождя, мокрого снега, местами туман. Ветер западный 5-10 метров в секунду. В горах будут порывы до 11-14. Температура ночью 0,5 в горах до 7 градусов мороза, а днем плюс 5, плюс 10, и местами до 5 градусов выше нуля. Ночью и утром в горах на дорогах гололедится. В Черкесии ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 1,3, а днем 8-10 градусов со знаком «плюс». РЖД совместно с инспекторами ГИБДД Республиканской столицы и администрации Черкеска провели акцию. Организовали профилактическую беседу с водителями автотранспорта о правилах проезда через железнодорожные переезды. Также раздали памятки. Чтобы избежать трагедии, автовладельцы при подъезде к переезду обязаны руководствоваться требованиями дорожных знаков, светофоров, разметки, положением шлагбаума и указаниями дежурного по переезду, а также убедиться в отсутствии приближающегося поезда. Акции проводят регулярно ввиду значительного прироста автотранспорта и низкой водительской дисциплины. Также отмечается рост дорожно-транспортных происшествий. Вдохновение автомобиля с поездом, как правило, заканчивается для водителя тяжелыми последствиями. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах возможно только при совместном взаимодействии всех органов управления, участвующих в обеспечении безопасности движения. Призываю всех водителей соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездах и не подвергать опасности свою жизнь, здоровье и жизнь пассажиров. В Общественной палате состоялось первое заседание рабочей группы по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, а также сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Рабочую часть заседания предварили подписанием соглашения о взаимодействии между Общественной палатой Крачево-Черкесии и Общероссийской общественно-государственной организацией «Знания». Рабочая группа на данный момент является уже полностью сформированной и готовой к плодотворной деятельности структурой. В ее состав вошли представители православного и мусульманского духовенства, а также общественных организаций, национальных объединений, сферы образования и средств массовой информации. Созданная нами рабочая группа сейчас начнет заниматься очень важным моментом, а это исполнение в первую очередь указа президента Российской Федерации от 09.11.2022 года, номер 809, об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. У нас демократическое государство, у нас не прописано в Конституции, что у нас одна идеология, но влиять на мировоззрение граждан мы можем с вами. Чтобы исполнять указ президента, конечно, мы с вами должны в первую очередь еще раз проговорить, что является традиционными ценностями, что является нравственными ориентирами, что является тем мировоззрением, которое мы бы хотели, чтобы сформировалось у наших граждан и надеясь, что оно формируется. Итак, к традиционным ценностям еще раз напоминаю присутствующим относятся жизнь, достоинства, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единства народов России. Новый информационный день продолжает свое обещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на черкесском языке, затем также программу «Черкесской редакции» в 14.30, «Вести» Крачева-Черкесия с Муратом Джанкиозовым. Всем удачного дня и встретимся завтра. Субтитры создавал DimaTorzok